здравствуйте друзья вот и отгудели мы новый год все нормально возвращаемся к обычной гражданской нашей жизни и вот едем мы со светланой и обсуждаем я скажу вчера да мы смотрели там какие-то российские передачи по телевидению новогодняя передача с максимом галкиным с детьми детский утренник такой не утренник это детское соревнование которые там отбираются лучше и лучше вот и что-то мы как-то задумались мне с самого начала вот это само название даже лучше всех а ну как-то резануло слух потому что дело в том что вот когда говорят самый лучший это подразумевает что ты сравниваешь себя с остальными другими вокруг тебя да и это не есть хорошая формулировка с которой люди выходят в жизни когда это все идет на неокрепшие детские умы мне кажется что воспитательном смысле это не очень хорошие такой слоган с которым дети должны выходить с doin с одной стороны все эти с другой стороны это является отражением того что происходит в обществе потому что вот это ты лучший понимаешь а вот эту амбициозность такая понимаемая определенным образомronander сорта значит когда нужна вот с одной стороны вроде бы амбициозность и чего плохого не до вроде ты ставишь высокие цели понимаешь но одно дело ставишь высокие цели вы самореализации ты ставишь высокие цели в том чтобы обществу дать по максимуму до которой вокруг тебя или ты ставишь высокие цели в смысле тоже получить или обойти других или обойти других других в этом есть что-то нехорошее потому что каждый человек хорош сам по себе вот вот сам термин лучше это значит есть худшие то есть ребенок который не попал на этот конкурс который не участвует ни в чем он тоже лучше почему почему он должен быть плохим но он уже формируется как человек второго сорта в своем сознании с одной стороны и завистью белый черный какой угодно что вот этим подфартило хотя те дети которые попали в число лучших они тоже по-своему ну как сказать подожди дело не в этом не вы к тяжелой дело в установке который с которой человек вступает в жизнь и вот эта установка конечно то что ты говоришь что с одной стороны они видят что человек на на публике и все аплодируют и он не видит того каким трудом это дается это дали правда это правда но дело не в этом ты можешь показывать каким трудом и я бы сказал что в сегодняшних передачах которые есть шоу которые мы смотрим периодически на порядок лучше показывают тот труд который за этим стоит чем например в советское время когда человек выходил на эстраду и все аплодировали и ты вообще не понимал что там за этим происходит сейчас это гораздо лучше показывать но речь речь вот о чем идет есть некоторые я бы назвал некоторые безнравственностью которые есть отражение безнравственности общества в целом и вот вопрос откуда вообще берется нравственность в обществе исторически она берется из религии да из из христианства в данном случае то есть православия в россии там из ислама в россии почти треть населения там мусульмане но вот оттуда идет нравственность мы конечно знаем нравственность коммунистическую правда мы знаем пролетарскую нравственность которая стоила жизни там десяткам миллионов людей тогда это особый вид такой нравственности криминальные но ушли от криминального вернулись к основам нет такого чтобы вот допустим бог или там я не знаю какие-то высшие силы говорили человеку ты должен всех обогнать это неважно человек который и да и они не говорят ему ты должен молиться там пять раз деле 25 раз в день или ты тоже что ты должен жить как нравственный человек жить как нравственный человек сколько раз ты при этом молился или ходил ли там в церковь синагогу или там я не знаю замечать это это ну не это не с не суть важно есть конечно ритуалы есть какие-то процессы есть то что церковь скажем да официальная религия накладывает на человека но это совершенно другой разговор это не имеет отношения к нравственности и вот есть нравственные основы и с точки зрения нравственных основ устоев ценностей нравственных ценно самореализация человека сажать саморитет самого себя относительно с вами они быть лучшим среди ранее связи с одной стороны относительно самого себя с другой стороны относительно того потенциала который ему дан когда он вступал в эту жизнь понимаешь он отвечает не только перед собой реализацию своего потенциала он отвечает перед творцом за то как он использовал тот ресурс который ему дал творец и кому то творец дал безумно много а кому то дал чуть-чуть всё таком то обдал чуть чуть но тот человек который свое чуть-чуть реализовал по максимуму он гораздо ближе medida гораздо ближе городом нравственный вот к высокому чем тот у которого было по процента в 10 раз больше он реализовал себя только на половину и это не значит что при этом худший Если он не достиг чего-то такого То есть вот это ты лучший Оно подразумевает, что все остальные худшие Вот это сравнение у меня очень режет слух Светик, я тебе скажу так Если бы это происходило в здоровом контексте Мы бы сказали Ну что мы цепляемся к какой-то ерунде Мы же понимаем из контекста Что это в общем-то неплохо Ничего плохого там не имелось в виду Но здесь мы понимаем, что совсем контекст Мы понимаем этот контекст Мы понимаем, что дети А зрители это дети вместе со взрослой передачей В общем-то детская И это самое Детей на их неокрепшие умы У них формируются какие-то вещи Которые потом будут играть решающую роль В их жизни И дети же принимают все более такое Давайте вопрос нам Дети, которые растут вот в этом обществе Они могут каким-то образом Получить другую установку А где они ее возьмут, объясни мне Нет, ну конечно Это то, почему мы, например, сегодня смотрим На сегодняшнее поколение детей Удивляемся Почему они такие безнравственные Почему они такие жестокие Почему они ни с кем не считаются Да потому что они привыкли расталкивать локтями Потому что они поняли с детства Что расталкивая локтями другими Можно быть лучшим Вот это они поняли И не важно, что они исковерканно поняли В принципе, в самой передаче Что участвуют талантливые дети Ничего плохого нет Замечательно показывать детей талантливых И все И тебе показывают Само название Вот это ты лучший Оно дает Самый лучший Самый лучший Оно дает какую-то установку в мозгу Что я хочу быть самым лучшим Это значит, что остальные все будут худшими По сравнению с ними Значит, задача не в том, чтобы развиться И самореализоваться А в том, чтобы получить Скажем, первый приз А не второй, не третий Не значит, что они хуже Это значит, что ты их обошел Понимаешь? Но обойти других Это же есть вот те самые понты Понимаешь? Да, да И ты смотришь на эту передачу Откуда это все И ты видишь И ты видишь Такое воинствующее И, как бы сказать Доминантное Такое навязывание понтов Да, дети маленькие Ценность понтов В жизни человека Какие понты интересуют Там, скажем, Бога Разве Богу нужны твои понты? Разве это ценность какая-то? И вот мы смотрели на это И мы Не сговариваясь То есть нам обоим не понравилось То, как это происходит Вот посыл, который там дается Дети замечательные совершенно Передача, да, нормальная Дети соревнуются Все хорошо Дети замечательные Но посыл То, что ты лучший Это ужасно Просто название передачи Потому что он доминирует Они же все время сканируют Там они качают Ты лучший, ты лучший Если бы только название Но там все диалоги Которые там происходят Да, но все это Много раз обсасывается С разных сторон Что ты вот самый лучший Ты избранный Это навязывается Да И в воспитательном процессе В будущих наших граждан Это не очень хорошо А ты посмотри, например На, скажем, такую передачу Как «Голос дети» И даже не обязательно «Голос дети» А даже для взрослых Постой Что они кричат? Вот приходит группа поддержки Что они кричат? Они кричат Ты лучший Ну, правильно Это же не возникло Из ниоткуда Это ситуация в обществе Это те панды, которые существуют В обществе Выбиться во что бы то ни стало Ведь самой передачи «Голоса» Она есть во всех странах Да Ничего плохого нет Вот и наоборот Отлично Даже больше я тебе скажу Вот даже прямая трансляция «You're the best» Да Она не подразумевает, что кто-то «The worst» Не-не, еще раз Светик, Светик Ты зря Вводишь элемент Отрицание ценности других людей Там этого отрицания нет Ну оно подразумевается Нет, там есть ценности для детей Там есть на первый план выходит то, что ты обошел других А нет, то что ты Вот я здесь не специфика Был лучше себя преодолел Нет, нет, не, подачи секунду Для взрослых людей там Мы взрослые, мы понимаем контекст Мы понимаем условность Мы понимаем соревнования Мы понимаем компетишен Мы понимаем проигрыш соревнований Мы все это понимаем Но когда идет ребенок Трех-четырех лет Нет, ну там постарше ребят Там четыре года дети участвуют А смотрят их тоже дети маленькие Вот о чем идет речь И они-то понимают все буквально Вот откуда это все идет Вот этот негативный потекст Он там существует Для ребенка Если кому-то сказали, что он лучше Это значит, что я худший Послушай Я не знаток детской психологии Я не знаю, насколько это травмирует ребенка Но я другое вижу в этом И для меня то, что мы говорим вообще на эту тему Имеет совершенно другой смысл Смысл для меня в том, что Нас слушают люди, у которых есть дети И нас слушают люди, у которых может быть нет детей Они молодые ребята там И так далее еще Но У них у всех есть какие-то ценности в жизни Которые они либо к себе применяют Либо Ну и к себе, и к детям И предлагают им какие-то ценности Поэтому Если они Задумаются на эту тему И может быть увидят Где-то, что они от истинных ценностей Куда-то отошли Вот на второй, третий план Истинный А вот черти что полезно Навязанное Вот это вот Вот тогда Они постараются объяснить Поиску работы И там человек Это происходило в режиме Насколько я помню Это было в режиме такой Значит, открытой линии И там человек Мне пишет Что вот он В Российской Федерации Где-то он там живет Он пошел на интервью И ему задали вопрос Да, он Он спрашивал меня Как лучше ответить на вопрос Сколько денег вы хотите получать через год Понимаешь, да То есть он ищет первую работу По специальности В данном случае По тестированию Программного обеспечения Ему говорят Сколько денег Ты хочешь получать через год И я не понял этот вопрос Слушай, а какая разница Я ему говорю А в чем смысл вопроса И он говорит Ну как же То есть ему это понятно Он говорит Ну как же Это показывает уровень Вашей амбициозности Ты понимаешь И я хочу сказать Что амбициозность Измеряемая В Уровень зарплата Сумме денег Которую Ты получаешь Это что Амбициозность Это в чем И в том, что Есть рынок Который через год Человек с опытом Такой-то работы Примерно Получает Сто года В каких-то рамках Но это не измеряет Отнюю Например Вот он скажет Два раза больше Это значит Что он очень крутой Амбициозный Свет Я тебе скажу Я как-то Интервировал девочку Мы искали человека Который бы нам Интерншипы Искал Для школы И я интервьюировал девочку Ну такую китайскую Американскую девочку Которая Закончила Университет Санузе Так себе Университетик Такой местный Вот И она пришла На интервью И так она Выглядела Как сейлсперсон Вот Так вот Амбициозная Вот она вся была Ужасно амбициозная Такая Вот И как-то одета Так странно Вот тоже как сейлсперсон Там из магазина Ну неважно И я ей говорю Ну хорошо говорю И у меня это не был Вопрос амбиций У меня это был вопрос Реально Потому что если мы человека берем То это вопрос денег Это вопрос как бы существенный И я ей говорю Значит Какие твои ожидания По зарплате Она говорит Я Хочу там через год Зарабатывать миллион Говорит она Тоже И Да Да И я говорю Да А когда ты смотришь На эту девочку Понимаешь Ты понимаешь Что и 15 долларов в час Может оказаться Не так просто Ей заработать Ну вот правда И И вот И я понял Что я не хочу Эту девочку Я не хочу Потому что Она на каких-то Липовых ценностях Фактических Существует Вместо того чтобы Ну я не знаю В общем Мне это было Очень неприятно Слышать Потому что Это дешевка Это булшит Я не хочу человека Который меня булшитом Понимаешь Я же вопрос По серьезному задаю А она демонстрирует Свою амбициозность Люди которые в селе В продаже Да В продажнике Для них это важно Показать Что ты такой Вот у тебя Агрессивный Щеки надуть Щеки надуть Вот да Но это булшит Вот у них там много булшит Это правда Ну и у нас есть Как видно У нас технический булшит А там то Ну не важно К чему я говорю Амбициозность И сколько денег Ты получаешь Это я даже не знаю Что сказать Потому что Амбициозность С точки зрения ценностей Общества Подожди С точки зрения Нравственных Ценностей И так далее Эталонов Это совершенно другое То есть это то Наса быть направлено На себя В первую очередь Да Чего я могу сделать Такого завтра Чего сегодня Я еще не делаю Вот это амбиции Сам себя Перескочил А если я сравниваю Вот Петров Там перепрыгнул Я сейчас тоже Перепрыгну И покалечился весь Ну вот В общем получается Такая странная И вот эти люди Они тоже Я часто вижу Вот они ходят Знаешь как зомби Они ходят на семинары По По сетевому маркетингу Они слушают Вот этих всех Мотивационных спикеров И так далее И так далее Не понимая Что Кроме амбициозности Надутых щек И Вот этого веселья Бешеные собаки Глаза вот эти Очумелые И Они не понимают Что есть Сущностная вещь Которой Им не хватает Если там стержня Вот этого нет Нравственного стержня Нет Они ничего добиться Не могут Ну в общем Я не знаю Так что Мы Смотрели Смотрели Детки Замечательные Но вот этот вот Как сказать Красная линия Да Вот это Которые Как-то красная нить Как-то говорят Выражение Здесь тематично Вот проходила Красная нить Вот это Проходящая Красной нитью Вот это Лучше всех Вот эти Понты Вот это Бравада Эх Эх Да Вот это Вот Нет Ну я сам по себе Может неплохо Так вот Я сейчас Я всех разметил Миша Ну в общем Вот эта часть Нас обоих Зацепила Мы Смотрели Оба Обратили Внимание И решили с вами Поговорить на эту тему Это да Что это было По отношению к детям Потому что Дети Как они Очень обостренно Все это воспринимают Мишка не так Меня это в меньшей степени Зацепило Нет У меня вот это Потому что я понимаю Что это Это Как бы проекция Общества на детей Дети не могут жить В другом обществе Общество всегда Проектирует Себя на детей Дети Дети это будущее Этого общества Понимаешь Поэтому Это же закладывает Сегодня Поэтому Вот только Какие будут дети Такое будет и общество Дальше Светочка Оно обязательно Будет таким Как это общество Потому что Это дети Этого общества Независимо от Этой передачи Через все каналы Которые существуют Значит Вот эти ценности Будут им навязываться И вопрос Не в этом Еще раз Мы возвращаемся К нашим зрителям И мы возвращаемся К тому Что у них есть Может быть Возможность Задуматься На эту тему Немножко И для себя Что-то Понять Да Вот если это Произойдет То я например Буду очень Очень доволен То есть Мне не так важно Это пример Чтобы Кто-то сказал Да Это правда Вот меня уже От этого колотит У нас Очень часто Люди Как бы Начинают Говорят Что вот я Я с вами согласен Потому что Меня это тоже Коробит Это хороший комментарий Я ничего не хочу сказать Но мне гораздо ценнее Когда человек Вы знаете Я подумал Я понял Что я что-то Не то делаю И я изменил себя Это Для меня Это высшая Награда Которая может быть Ну и часто Сдают вопросы О воспитании детей Так вот Если Детям будет Объяснено Вообще Немножко в смысле Вот этих всех ценностей Это тоже не вредно Ну да То есть Ты не соревнуешься С другими людьми Ты соревнуешься Только с собой Конечно И это самая главная победа Которая может быть Это над собой Да Ну да Ты помнишь Мы когда Учились в школе Да То в принципе Такие нормальные Более-менее дети Они получали Свои пятерки Не прилагая Никаких усилий Ни к чему Да Что-то случилось Что-то случилось Да Так вот Не прилагая Никаких усилий Потому что Ты Ну там Чуть-чуть Там Тяп-ляп И по сравнению С другими детьми Которые там В классе Да И получается Что ты вроде Там целый отличник Я не знаю что А ты не знаешь ничего Ты не работаешь над собой Ты разлагаешься Потому что Ты не делаешь ничего И ты мог бы достичь Каких-то там высот И ты их не достигаешь И в этом смысле Конечно Важную роль играли тогда Вот скажем Спецшколы И английские В смысле И языковые И математические Какие-то еще Потому что Они помещали Человека Ребенка Помещали в среду Где нужно конкурировать Где нужно бороться За пятерку Где нужно выйти За свою комфорт-зону Ребенка Но не то чтобы идти А где нужно Привыкать все время Все время Находиться в состоянии Таком Где нужно работать Не то что комфортно Работать нужно Что это за комфорт-зон Такая Когда ты сидишь Ничего не делаешь Ты отличник По умолчанию А не по труду Вот поэтому Конечно Очень важно Чтобы ребенок Учился В такой школе Образовалась на встречное Движение Пробка Ну Да Там что-то С медициной Там стояла Скорая Ну хорошо Ребята Значит Это фактически Первое Более-менее Такое Содержательное Видео В этом году Да Мы так Лимончики показали По набережной Там вчера погуляли А тут мы уже Так К разным беседам Философствуем Но это тоже Новогоднее Как бы Философствование Поскольку Мы так Навеяно Новогодним Все, ребят Счастливо И там Еще раз С праздником Ты знаешь, что Это люди Которые Вот нас слушают У них же теперь Еще будет Рождество Православное А потом будет Старый Новый год У них еще впереди Масса праздников Поэтому Давай уже так Заодно И со всеми Будущими праздниками Я тоже поздравлю Счастливо